Сейчас мы направляемся в комнату Аиши и дом пророка, алейсалату ассалям. Здесь была комната и дом, из которого он заходил в мечеть. Конечно же, у каждой из этих колонн в ар-рауду-шариф, субханаллах, есть своя история, и на некоторых колоннах написано название. Например, на этой колонне написано кровать. То есть здесь ставили кровать пророку, алейсалату ассалям, когда он находился в Иатикафе. В последние три дня его жизни его болезнь усилилась, и Абу-Бакр стал совершать намаз имаму. В последний день, в понедельник, во время фаджира, он вышел из дверей и посмотрел на сподвижников. Мир ему и благословение Аллах. Они увидели его, и Абу-Бакр хотел уже отойти назад, чтобы пророк, алейсалату ассалям, стал имамом. Но пророк указал им рукой, чтобы они продолжили намаз. И зашел в свою почетную комнату. Это был последний раз, когда сподвижники видели его. Он зашел в комнату, лег и положил голову на Аишу. Болезнь усиливалась, и три последних слова, которые он сказал, вот здесь, с наивысшими спутниками, с наивысшими спутниками, с наивысшими спутниками. И умер, алейхиссалату ассалям. Когда он умер, сподвижники начали обсуждать, где его хоронить. Абу-Бакр сказал, я слышал, как пророк, алейхиссалату ассалям, говорил, пророки хоронятся там, где умерли. И они решили хоронить его в комнате Аиши. Они вырыли могилу и похоронили его там. Сподвижники делали джаназа-намаз по отдельности. Каждый сподвижник заходил вот с этой двери, делал намаз и выходил с другой двери. В одном риваяте говорится, что джаназа-намаз продлился целый день. В другой версии говорится два дня. Тысячи сподвижников приходили и совершали по отдельности намаз над пророком. Затем Абу-Бакр был похоронен по соседству, а потом и Умар. Когда похоронили Умара, Аиша повесила занавес. После этого всего это место было закрыто, и оно стало называться «Аль-Хюджрату-Набауи». Би-Аль-Хюджрата-Набауиа. Алей-Сала-Ту-Сара.